всем доброе утро меня зовут перфилов семён и я врач анестезиолог реаниматолог сегодня мне хотелось бы поговорить с вами про катопсузем мой взгляд на этих пациентов потому что так или иначе подобные пациенты у нас в нашей практике достаточно часто появляются и нам бы хотелось чтобы меньше ошибок особенно с анестезиологической точки зрения допускались врачами иногда они допускаются допускаются потом не знанию еще по каким-то другим причинам но так или иначе они проскальзывают в нашей практике в практике у каждого врача и давайте тогда разберем все вот эти вот особенности ошибки которые могут быть мониторинг осложнение и так далее для того чтобы максимально облегчить во-первых себе жизнь а во-вторых облегчить жизнь нашим пациентам основные положения которые у нас есть при разговоре о пациентах с острой задержкой мочи то что это жизнеугрожающее состояние так или иначе независимо от того какая первопричина у данного недуга а их бывает ну скажем так очень большое количество наши пациенты страдают от того что у них есть определенные электролитные нарушения также могут быть какие-то сопутствующие патологии и так далее которые могут усугубляться в данном состоянии и соответственно может это привести к смерти а пациенты с озм испытывают боль и многие не ну скажем так недооценивают эту боль а потому что например установка у ратурального катетера там к там с озм на прием без седации когда проводится и так далее показывает нам о том то что да как бы так или иначе я надеюсь то что меньшая часть из нас пользуются подобной опцией но все-таки такое существует в нашей практике и также пациенты с частичной обструкции уретры они как правило более стабильные пациента потому что так или иначе отток этой мочи он будет и так или иначе те жизнеугрожающие как раз таки изменения которые могут быть при полной обструкции уретры при острой задержке мочи у нас будет ну скажем так менее выражен этот эффект с частичной обструкции уретры если же у нас есть пациенты с полной обструкции уретры то это зависит от того как долго будет пациент у нас находиться в этом состоянии и например если у нас даже была полная обструкция уретры сам в течение 6 и 8 часов у пациента то маловероятно то что это приведет к каким-то жизнеугрожающим состоянием если же мы говорим с вами про обструкцию уретры которая там была в течение 36 48 часов и так далее то естественно время будет играть не на пользу нашему пациенту и такой пациент скорее всего будет таком достаточно критическом состоянии но опять же есть индивидуальные особенности у меня были там пациенты в практике которые там в течение там 30 там часов где-то ориентировочно были полностью обструкцированы ну то есть полная обструкция у них произошла и при этом они в целом себя достаточно неплохо чувствовали но иногда даже лучше чем коты которые у которых наблюдается обструкция течение например одних суток только но это частный случай мы не будем на них останавливаться о зим сам по себе опасен тем то что у нас развивается пост-таринальное острое острое повреждение почек и обычно считается но это такая усредненная величина то что происходит это спустя 24 48 часов в зависимости от особенности того или иного пациента пациенты такие которые как раз таки долго абстрагировались но кого долго у них происходило вот эту вот обструкция у них наблюдается азотомия ну то есть повышение мочевины и креатинина также наблюдается гиперкалиемия азотомия сама по себе тоже несет определенные негативные эффекты на организм но гиперкалиемия обычно более страшная такая история гиперфосфатами болевой синдром и болевой синдром мы с вами уже говорили то что он часто бывает недооценен это средне тяжелая боль у наших пациентов ну то есть это не так то что можно чуть-чуть потерпеть может быть сопутствующая дегидратация пациента в зависимости от того опять же как плохо он себя чувствует в течение какого периода времени было ли у него до это до этого какая-то потеря жидкости и так далее ну то есть много компонентов которые могут сопутствовать нашему основному заболеванию и если у нас была длительная какая-то обструкция у пациента то у нас развивается метаболический ацидоз а это еще один дополнительный такой компонент к к тому что пациента может быть очень 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 плохо острое повреждение почек оно как правило обратимо понятно то что если у нас не знаю несколько суток происходило это обструкция и так далее ну то есть или там есть еще какие-то сопутствующие например заболевания почек достаточно серьезный который но соответственно почки уже там на последней стадии декомпенсации плюс еще сверху их накрывает вот это вот а папа то ну как бы это да как бы может быть необратимо но чаще всего в 99 процентов случаев наших пациентов это обратимая история то есть нам нужно убрать обструкцию и соответственно почки так или иначе вернуться в свое первоначальное русло на как бы работать а первоначально она вызвана постренальными причинами мы помним то что у нас есть преренальные ренальные и постренальные причины то есть только как раз таки какие-то силы извне там гиповолимия например какая-нибудь повреждает почки то есть они плохо питаются плохо перфузируются и соответственно плохо начинают работать ренальные это когда у нас непосредственно проблем с почек больные почки и постренальная это как раз таки когда у нас нету нормального оттока мочи неважно на каком этапе он будет в данном случае в нашем своем варианте это как раз таки когда у нас происходит обструкция уретра отдача мочи не происходит соответственно так или иначе почки начинают повреждаться может еще дополняться при ренальный компонент тяжелых случаях то есть если у нас у пациента есть как это выраженная дегидратация это сверху ну скажем так может накрывать еще дополнительно такая вишенка на торте у нашего пациента может быть в плане его повреждения вот этих вот почек также у нас на фоне например той же самой гипотензии которая может быть у пациентов там с тяжелой гиперкалимии например может соответственно также повреждаться как бы под могут повреждаться почки при ренальна то есть к ним уже будет притекать как раз таки кровь они хуже будут перфузироваться азотомия может быть у нашего пациента потому что у нас будет нарушена как раз таки экскреция мочевина и креатинина гиперкалимия метаболический ацидоз у нас не может выводиться достаточное количество ионов водорода соответственно на фоне этого как раз таки это все образуется а и также у нас может быть развитие поста обструкционной полиурии что может усугублять до гидратации но обычно это происходит естественно когда мы разрешили нашу с вами обструкцию а по поводу просто обструкционной полиурии мы с вами поговорим чуть позже много веществ нарушается скажем так их экскреция но нам важны несколько компонентов и первое это азотомия и очень высокие показатели мочевины и креатинина особенно мочевины могут приводить к изменению связывания белков у нас может повышаться проницаемость гематоэнцефалического барьера то есть намного легче там препаратов на для той же самой анестезии проникнуть туда могут потребоваться на этом фоне более низкие дозы седативных препаратов и не удивляйтесь если у вас например на их то очень маленьких дозах там анестетиков достаточно глубоко пациента начинают засыпать это нормальная история для подобных пациентов с значительно повышенными вот этими показателями и также это может один только бы может быть одним из компонентов угнетения сознания нашего пациента то есть мочевина достаточно очень так агрессивно может воздействовать на наш мозг то есть ну как бы она может приводить высокие уровни мочевины в крови могут так или иначе приводить к тому что у нас пациента может быть там депрессия глубокая депрессия иногда там ступор в меньшей доле вероятности но так или иначе я думаю то что вы часто видели таких депрессивных немного кошек с острой задержка мочи особенно если оно происходило более 24 часов а гиперкалиемия а это более на мой взгляд более опасная история то есть азотомия так или иначе она может конечно же убить пациента но точнее не сама затами а именно как бы то что она отражает само по себе повреждения вот этих вот почек но вот например гиперкалиемия справиться с задачей по убийству нашего пациента намного намного быстрее и в норме мы я думаю все помним из курса по физиологии то что 98 процентов калия у нас будет находиться внутри клетки у нас есть не клеточное содержание тех или иных электролитов и внутри клеточное содержание электролита и получается что калий в основном находится внутри клетки а только два процента у нас находится в плазме крови но если он как-то значимо повышается выше референсных этих вот значений то это может губительно влиять на нашу пациента повышается мембранный потенциал покойщихся клеток кардиомиоциты становятся очень такими ленивыми и не хотят особо работать нарушается проводимость сердца у нашего пациента и у такого пациента часто мы наблюдаем но особенно если калий какой-то очень значимо высокий там 7 7 с половиной 8 и более то мы часто наблюдаем у них бради или тахиаритмии а и также есть еще данные о том то что тяжелая гиперкалиемия тяжелая гиперкалиемия там больше вот этих вот 7 7 с половиной может быть предиктором плохого прогноза пациента то есть у этого пациента с большей долей вероятности могут быть проблемы интрооперационно то есть во время как раз таки седации во время там разрешение этой обструкции но и также все вот эти вот проблемы которые связаны с гиперкалиемии они могут так или иначе там тяжело пережитая гипотензия например в интероперационно во время там седации во время постановки уритурального катетера она может также сказываться на вот этом остром повреждении почек у такого пациента с большей долей вероятности могут быть проблемы в ну скажем так период после разрешения этой обструкции гиперкалиемия может конечно же но в идеале чтобы мы ее с вами выявляли при помощи биохимического анализатора или электролитника в зависимости от тех возможностей которые есть у вас возможно у вас есть газы крови с электролитами и соответственно там можно это тоже подсмотреть но иногда о гиперкалиемии нам может еще подсказать ну кроме конечно же анализа пациента понятно то что если у нас пациент заперт ну скажем так его мочеиспускательный канал соответственно находится ну как бы в неработоспособном таком состоянии то есть он не может отводить мочу по причине обструкции то тогда в этом случае мы предполагаем что через 24 часа у нас с большей долей вероятности может быть гиперкалиемия но мы не можем сказать какая она и например вот и кг иногда может нам немножко намекнуть на то что насколько тяжелые у нас будет гиперкалиемия есть много разных исследований много разных табличек с гиперкалиемии гиперкалиемии как это меняет у нас и кг у нашего пациента но мы знаем точно что гиперкалиемия более 6 с половиной 7 может соответственно уже с большей долей вероятности говорить нам о том то что могут быть вот эти вот нарушения проводимости например вот этот вот пациент это кот у которого калий по-моему 8 или 8 с половиной что-то в этом роде он выжил он соответственно достаточно ну как бы неплохо пережил все это долго у него там разрешалось вот это вот острое повреждение почек но как бы снижалась азотемия но так или иначе он выписался и в целом себя неплохо достаточно чувствовал но мы можем уже по этому и кг предположить то что у нас да как бы есть расширение комплекса в курсе курс у нас как бы мы не всегда можем просмотреть какие-то или вообще ну как бы не можем просмотреть зубцы п и так далее то есть есть явное но как бы нарушение ритма и это может нам подсказать даже если вы допустим ждете только анализов на электролиты уже может подсказать вам то что да как бы скорее всего вы увидите результат гиперкалиемии достаточно очень много быть завышен а возникает вопрос как же лечить эту гиперкалиемию гиперкалиемия сама по себе может приводить достаточно очень скажем так жизнеугрожающим ситуациям и первое что мы можем сделать достаточно оперативное это вести кальцийоглюконат внутривенно в течение пятидесяти минут то есть ну как быть такой вроде как болезнь а вроде как и не болезнь медленный болезнь и это получается там 50-100 по некоторым данным 150 миллиграмм на килограмм если у вас кальцийоглюконат который ну чаще всего у всех он именно десятипроцентные я другого то и не видел то это получается где-то 051 максимум полтора миллилитра на килограмм он не снижает уровень калия в крови это очень важно понимать потому что ну как бы он никуда не денется этот калий то что вы ввели кальций он просто как бы снижает кардиотоксичный эффект калия и это может помочь как раз таки там но улучшить там проводимость сердца у пациента на 15-30 минут предугадать все насколько точно это поможет невозможно но есть вот такая вот вилка там в среднем это где-то 15-30 минут у каких-то пациентов может быть чуть меньше у каких-то чуть больше но так или иначе где-то средне медиана такая 20 минут у вас должна в голове быть а в этот момент нам нужно непосредственно попытаться но как-то разрешить эту обструкцию которая у нас произошла у пациента и также мы можем дополнительно произвести следующее действо мы с вами помним что внутри клетки в норме калий достаточно в большом количестве находится а вне клетки если он находится в большом количестве то соответственно он как-то может нам повредить если он находится внутри клетки повредить он никак нам не может в этом случае мы можем воспользоваться опции видеок терапида и любой инсулин он загоняет калий обратно в клетке это его как побочный такой эффект и если мы используем актропит то есть инсулин короткого действия мы прекрасно понимаем то что наши пациенты чаще всего которые приходят с острой задержкой мочи они там без сахарного диабета ну то есть у них нету каких-то проблем с метаболизмом углеводов и далее получается то что актропит мы используем для того чтобы как раз таки загнать вот этот вот калий внутрь клетки и как только почки ну скажем так начнут нормально работать смогут нормально отводить в эту мочу то этот весь калий он вымоется у пациента естественным путем для того чтобы снизить вот этот эффект гиперкалимии нам необходимо его как-то ну снизить крови к сожалению это произойдет не очень быстро и как мы это можем делать берем актропит по разным данным от 0 2 до 0 5 единиц на килограмм внутримышечно если ну скажем так как я обычно делаю если какая-то очень значимая гиперкалимии у пациента то всегда как бы делается больше там к 0 5 там 0 4 0 5 единиц на килограмм если же это какая-то не очень сильно выраженная гиперкалимия возможно если она никак не влияет на гемодинамику пациента то можно обойтись и без актропита то есть на обратную эту обструкцию разрешить и но соответственно сама уйдет это гиперкалимия но это все зависит еще от уровня гликемии у пациента на данный момент но то есть как бы это больше такая эмпирическая история кому как больше нравится кто как больше там боится и не боится этого актропита но вот такая вот вилка есть 0 2 0 5 единиц на килограмм затем нам необходимо поставить такому пациенту естественно необходимо проверить глюкоз желательно этого пациента до того как мы будем вводить этот актропит может быть у пациента есть уже гипогликемии так и этим актропитом мы только спровоцируем гипогликемическую кому какую-нибудь и затем нам необходимо ввести 1 2 грамма глюкозы на одну единицу актропита то есть если мы с вами посчитали там допустим давайте посчитаем сейчас вместе у нас есть код который весит 3 килограмма мы ему решили сделать допустим 0 3 единицы на килограмм и получается то есть это у нас 09 единиц суммарно получится ну считайте то что одна единица по сути актропита и мы берем 40 процентную глюкозу можно использовать 10 процентную глюкозу не принципиально и получается давайте возьмем 40 40 процентную глюкозу в ней 400 миллиграмм в миллилитре соответственно нам если необходимо такому пациенту взять 1 грамм этой глюкозы то нам нужно будет взять два с половиной миллилитра этой самой глюкозы 40 процентной и развести ее там до 20 10 процентов раствора как вам будет удобнее и желательно поставить эту глюкозу в течение там 4 6 часов то есть в течение тех он того времени когда актропит у нас будет действовать и также нам необходимо мониторировать глюкозу каждые 30 60 минут для того чтобы не пропустить момент когда там возможно нужно как-то больше этой глюкозы вводить пациенту возможно ну как бы он теряет эту глюкозу ну как бы актропит работает у него так то что он будет быстрее как бы терять глюкозы соответственно чтобы нам не проморгать этот момент соответственно количество вот этой глюкозы если на фоне прием актропида и на фоне тоже и пс и глюкозы который мы с вами рассчитали у нас у пациента будет глюкоза там допустим снижаться до 3 там два с половиной и так далее то нам необходимо возможно увеличить скорость подачи этой глюкозы и возможно этому пациенту потребуется больше этой глюкозы соответственно но тут мы ситуационно мыслим и также мы перепроверяем уровень калия крови через шесть часов терапии и если он высокий как-то значимо не снизился то можно еще раз произвести инъекцию этого актропиды и по той же самой схеме вместе с глюкозой мы это все будем много выводить но самое главное лечение именно это гиперкалиемии это будет устранение обструкции то есть как только обструкцию устранили соответственно мы такому пациенту можем достаточно ну как бы легко этот калий вывести ну точнее он сам выведет его самостоятельно но на этот будет требоваться время а еще немаловажный момент про который мне тоже хотелось бы вам сказать это но как бы такой есть миф то что если у нас у пациента гиперкалиемия азм то ни в коем случае ему нельзя вводить там не раствор рингера не какой-нибудь стерофундин и он стерил или что-то в этом роде потому что там есть калий да там есть калий но на самом деле особенно если у вас у пациента какое-то не очень хорошее состояние есть предположение что у него может быть метаболический ацидоз но вы не можете на сто процентов например этого знать не взяв газа крови и вы можете лишь предполагать что он есть если же у вас есть газа крови это круто можно соответственно это все подтвердить но если у нас там газа в крови нет то соответственно мы можем предположить что у такого пациента велики шансы особенно если длительная была какая-то обструкция велики шансы на то что у него может быть метаболический ацидоз дополнительно такой компонент его плохого состояния и даже если вы сделаете там инфузию какую-то поставить этому пациенту как раз таки этими сбалансированными растворами либо же сделайте болю с какой-нибудь стерофундина то это никак не повлияет значимо на уровень калия если бы это так влияло на уровень калия то наверное те же самые кошки с хронической болезнью почек которые там полиуреат теряют этот калий и так далее мы бы на фоне там той же самой инфузии стерофундина или ее настерила спокойно бы корректировали этот уровень калия но этого не происходит к сожалению или к счастью и мы так или иначе подключаем вот эту вот терапию калия кошкам с тем же самым хбп из гипоклиния и ну как бы мы никак не повредим такому пациенту а только возможно даже сделаем ему хорошо потому что это забуференные растроны растворы которые так или иначе лучше ну как бы подходит для пациентов которые предрасположены к метод садоза либо же у которых он уже есть вот в отличие от того же самого натриохлорида который но к сожалению никак нам в этой ситуации не поможет поэтому не бойтесь и можно использовать сбалансированные растворы таких пациентов вот такой яркий пример пациента у которого была гиперколемия это код с взаимом с каким-то очень диким количеством калия я точно не помню этот код у меня был много-много лет назад но такие фотографии сохранились и здесь мы видим достаточно серьезные нарушения на как бы ритма идет желудочковая тахикардия она не с очень хорошим пульсом было это желудочковая тахикардия скорее всего этот пациент готовился уже как бы помирать но затем мы ему ввели кальция глюконат и у него спустя там если посмотреть вот здесь вот время 18.21 и вот здесь 18.27 понятно то что ну как бы он исправился но как бы починился намного быстрее там в течение 5 минут как мы ему ввели это все но мы не сразу соответственно как бы начинали снимать то что происходит на экране пациент был намного но скажем так важнее вот и получается то что у нас как бы если здесь не определялась сатурация не определялся пульс например при помощи пульсоксиметра то здесь мы можем видеть соответственно то что он определяет и сатурацию достаточно неплохую пациента и соответственно пульс здесь чсс указан 240 может показаться то что вроде как это такой же чсс как примерно и было до этого но нужно учесть тот факт то что он зубцы t вот эти вот высокие считает как за зубцы r и именно поэтому как бы он немножко задваивает этот ритм но если мы посмотрим например на пульсовую волну то здесь ну как бы да действительно если у него пульс реальный 120 он был 120 то соответственно чссс который он показывает 240 это четко задвоенный ритм а также мне бы хотелось разделить наших пациентов на три категории это стабильные пациенты то есть пациенты у которых нет гиперколемии ясное сознание нет признаков дегидратации нет тахибрадиаритмий нет азотомии пульс хорошего наполнения снк полтора секунды видимость лист оболочки бледно-розового цвета и норма термия есть таких пациентов сложно представить такого кота сузем правда но иногда такое бывает что владельцы особенно если это какой-то хронический больной то есть если это какая-то кош ну какой-то код чаще всего который там болеет очень давно своим какими-то идиопатическим циститом кошек и владельцы вот пристально следят за тем что у него писает он не писает там не знают через там в течение шести часов не писать сразу же побежали в клинику и так далее ну то есть там прошло нам допустим 12 часов с момента 1 там обструкции вот в течение 12 часов не видят там владельцы подобным таки щепетильные владельцы кота с и цека не видит диуреза и соответственно они сразу же бегут в клинику можно легко к себе представить что такой пациент да скорее всего он будет стабилен до у него будет ну как бы не прям перед наполненный мочевой пузырь и скорее всего у него ну как бы будет в целом все неплохо по общему состоянию кроме его обструкции если таковая имеется но чаще нам попадаются какие-то пациенты тяжелые и более ну скажем так критические пациенты тяжелые пациенты это пациенты которых я подразделяю как пациенты с гиперкалиемии там 5 5 6 половиной по некоторым данным до 7 сознание депрессия у них может быть ясное сознание это я не исключаю но чаще всего так или иначе они немножко как-то либо какие-то грустные либо не обращающие на остальных внимания из-за своего болевого синдрома такая как глубокая депрессия выраженная такой гиперактивностью когда они мяучат и там куда-то пытаются постоянно идти признаки дегидратации могут быть у данного пациента могут быть брать это херит ми но необязательным может быть азотомии у такого пациента и скорее всего она и будет ну то есть если у нас есть повышение того же самого калия то глупо будет предполагать что азотомии у такого пациента не будет обычно происходит все наоборот и пульс у нас может быть умеренного либо хорошего наполнения могут быть какие-то гемодинамические значимые нарушения но как бы мог может они могут быть не очень значимыми либо же их может и не быть санка не более двух секунд видимые слизистой оболочки бледно-розового цвета и у таких пациентов может быть нормотермия и иногда если пациент у пациента есть какой-то компенсированный шок или что-то в том роде может быть умеренная гипотермия до 37 градусов и также есть пациенты крайне тяжелые или критические пациенты и это такая как головная боль многих врачей это когда у пациента может быть гиперкалиемия более 7 там сознание может быть явно нарушено то есть глубокая депрессия ступор могут быть признаки выраженной дегидратации у пациента как еще дополнительного отягчающего такого фактора его вот этим вот фактором повреждения почек азотомия ну как бы гадалки не ходи то что она будет такого пациента аритмии велика вероятность того что будет если он особенно у нас есть гиперкалиемия более 7 признаки шока у нас могут быть такого пациента я думаю то что мы очень часто там рассказываем про вот эти вот все шоке и все уже выучили там признаки шок то что там будет продленная снк видимость листы оболочки могут быть измененного цвета пульсовая волна будет плохая но то есть явные признаки проблем с гемодинамикой и также на фоне особенно если у нас особенно если есть шок может быть гипотермия и достаточно выраженная 36 и 9 и менее ну если у нас происходит плохая какая-то циркуляция крови есть шок у пациента то он будет так или иначе терять температуру какие обследования нам необходимо провести перед реализации мочевого пузыря понятно то что нам бы хотелось все проверить у этого кота но так или иначе у нас есть четыре самых главных показателя нам они интересны как вот именно непосредственно анестезиологом реаниматологом это калий мочевина кретинин гематокрит почему именно эти четыре показателя гематокрит даже можно сделать как со звездочкой но так или иначе это достаточно очень простой такой метод для того чтобы нам его измерить информативный и гематокрит может быть нам полезен в данном случае потому что пациенты могут иметь например какую-то гематурию достаточно длительный период времени может быть какая-то дополнительная анемия у пациента что может так или иначе но как бы отягчать общее состояние также у нас у пациента может быть может планироваться ему какая-то кровавая операция например если мы не сможем разрешить эту обструкцию уретры то в этом случае нам необходимо будет призван ну-ка бы идти на уретростами и если у нас у пациента уже есть анемия то дополнительно какая-то кровавая операция без какой-то дополнительной гемотрансфузии пациенту может ему навредить также гематокрит может быть еще и важным таким показателем для выявления какой-то дегидратации например мы знаем то что при выраженной дегидратации гематокрит может ну как бы может происходить гемоконцентрация определенная то есть он может повышаться и это тоже как бы пойдет нам скажем так в копилку помощи именно этот показатель но гематокрит это не такой маст хэв в любой ситуации это такой дополнительный четвертый показатель который мне бы хотелось вот брать всем подобным пациентам и я уже объяснил почему более важные показатели которые вот сто процентов необходимо брать это калий мочевина мочевина и креатинин мочевина и креатинин мы помним то что они не убьют нашего пациента то есть мы их берем для того чтобы оценить ситуацию в общем для того чтобы в динамике отследить как у нас происходит изменение как раз кину в идеале мы конечно же хотим чтобы было снижение мочевина и креатинин до нормальных значений и калий мы помним то что он нам важен для того чтобы опять же но как бы более точно спрогностировать все и опять же в зависимости от уровня калия нам нужно будет принимать решение там о проведении актропидной терапии ну как бы инсулинотерапии или нет газа крови это опциональная история и газа крови это у нас ну как бы не везде есть данная опция это обычно ну как бы берется у пациентов которые в крайне тяжелом там критическом состоянии у которых мы подразумеваем то что есть метаболический ацидоз у пациентов которых длительно происходит это обструкции и так далее эхо конечно классно было бы всем делать но если первостепенно ну как бы решить что оказать там пациенту первостепенно там разрешить эту обструкцию либо же провести ему эхо потом только провести эту обструкцию разрешение обструкции то наверное стоит выбрать разрешение обструкции первостепенно даже если вы видите у этой кошки гкмп да как бы это никак не повлияет скорее всего на схему вашей анестезии на то что вы будете так или иначе решать эту проблему и наверное вы будете ее решать не без анестезии потому что если вы кошки с гкмп начнете еще ну точнее коту ковыряться у него в ретре и ну как бы доставлять ему болезненные ощущения то скорее всего он очень-очень быстро но как бы закончится этот пациент на нежели вы будете это делать с анестезией поэтому это все на ваше усмотрение и на усмотрение соответственно как бы общего состояния этого пациента если как мы уже говорили про кота которого там 12 часов он не писала и принесли там к вам клинику и ну как бы у вас есть кардиолог свободный соответственно понимаете то что маловероятно то что у этого пациента есть какие-то жизнеугрожающие проблемы на данный момент и мы можем сделать вот эту дополнительную опцию которая может повлиять лишь только на прогнозирование дальнейшего лечения этого пациента но никак не на саму схему анестезии рентген это такая история непосредственно как терапевтическая то есть рентген общий анализ мочи там бак посев и так далее это никак не повлияет на схему нашей анестезии на там нашу интенсивную терапию и так далее это больше терапевтический такой аспект там для того чтобы выявление или там рентген контрастных каких-то уролитов например общий анализ мочи там плотность этой мочи там наличие бактерий и так далее но то есть это больше терапевтические истории которые не относятся к анестезии и реанимации самое главное что ну как бы самая главная боль всех вот этих вот кошек это то что обструкция уретры это всегда больно и по статистике ну как бы псава pain management соответственно это все ну как бы оценила данную боль при обструкции уретры именно в средне тяжелую боль у нас есть определенные ограничения по анализе и к сожалению потому что во первых но кого некоторые препараты мы не можем использовать например нпвс подобным пациентам а еще немаловажный такой момент что не все клиники имеют лицензию на опиоиды те же самые конечно было бы классно там грузить всех медазоламом пентанилом и чуть-чуть капельку китамина добавлять но так или иначе это не всем доступны а точнее только единицы и в идеале конечно же это стоит использована как бы опиоидной энергетики но что мы можем сделать на просторах нашей страны есть несколько препаратов которые достаточно доступны и техники которые доступны для использования всем не только клиникам которые имеют те или иные лицензии трамадол с недавних пор стал достаточно доступным трамбет который на как для ветеринарного использования он достаточно широко распространен есть нефопам есть золотипам стилитамином есть альфа-2 агонисты и есть пропофолон пвс и но про них мы поговорим чуть чуточку попозже не накидывайте сразу на меня ингаляционные анестетики эпидуральная анестезия и сакральная анестезия первое о чем мы с вами поговорим это тормадол и тормадол многие считают что это ну как бы это же опиоидная анальгетика поэтому ну кому так или иначе он относится к опиоидам и наверное это классная анальгезия но спешу вас расстроить тормадол не самый сильный анальгетик более того то что он несовместим с некоторыми препаратами с нефопамом и антидепрессантами он может вызывать серотониновый синдром это ну как бы жизнеугрожающее тоже состояние и ну соответственно миксовать их вместе там с тем самым с критика там экспрессуспокаином амитрептилином ремироном мы не можем не подходит для анальгезии в моно режиме то есть мы можем использовать тормадол для там пациент например поступил к нам в клинику мы понимаем то что ну как бы вот мы сейчас его сможем взять только через 30 минут мы можем ему сделать тормадол такому пациенту и но как бы так или иначе это будет достаточно неплохой вариант в плане анальгезии такого пациента но то есть облегчение его страданий доза 1-2 миллиграмм на килограмм внутримышечно или внутривенно медленно но внутривенно медленно это по разным данным от 10 до 30 минут его вводит внутривенно и также тормадол хорошо подойдет для тех пациентов которым мы уже разрешили обструкцию ретро и нам нужно его поанализирует там сценарию этом в инъекционный например форум пока он у нас сидит не фапом не фапом это также как и тормадол не самый сильный энергетик хотя считается по некоторым данным но опять же это еще исследование вот именно этой компании которая делает тот самый окупан поэтому ну как бы можно немножко с сомнением отнестись к этому то что нефапом даже более сильный энергетик нежели тормадол но так или иначе для это остается на ваш выбор то есть что вам будет больше нравится нефапом или тормадол так или иначе у них силы вот этого действия будет примерно одинаково он не совместим с тормадолом и антидепрессантами по той же самой причине что и тормадол из-за серотонинового синдрома не подходит для анальгезии в монорежиме как и тормадол то есть это анальгезия именно в ожидании нашего разрешения обструкции либо же в постоперационный период после того как мы разрешим это обструкцию либо же ну как бы как тормадол так и нефапом можно использовать при медикации нашим пациентам то что ну как бы как упреждающая такая анальгезия но она не очень прям упреждающая будет потому что так или иначе они используют ну как бы уже чувствуют боль но так или иначе это не будет лишним для пациента доза 0305 миллиграмм на килограмм внутримышечно или внутривенно медленно считается что окупан делают там внутривенно там в течение 15-30 минут и это как раз таки тот самый внутривенный вот этот медленный болезнь следующий более популярный такой препарат для анестезии анальгезии это золозепам с телитамином филозол залетел неважно чем вы пользуетесь есть выраженный анальгетический эффект золозепам у нас отвечает за сон телитамин отвечает за анальгезию наиболее гемодинамически стабильная анестетика у нас будет а телитамин золозепам и о чем это говорит от не говорит о том то что он никогда у вашего пациента не будет как бы гипотензии нет просто по сравнению с другими анестетиками анальгетиками которые у нас ну как бы широко распространены их действие но как бы золозепама и телитамина наиболее с меньшей долей вероятности приведет к гипотензии пациента и их можно использовать в монорежиме но лучше комбинировать техники с техниками регионарной анестезии там либо же вместе с пропофолом тем же самым и это хороший вариант для индукции пациента в анестезию с меньшей долей вероятности будут апноэ у ваших пациентов это тоже определенный плюс но если вы например используете его вместе с пропофолом особенно если сначала пропофола потом золозепам с телитамином есть вероятность того то что у вас может быть апноэ пациент но это не страшно если вы ну как бы заранее подготовить все для интубации и там вентиляции мешоком будет все самое дозы 052 миллиграмм на килограмм то усредненно как бы внутримышечно или внутривенно если у вас какой-то агрессивный пациент можно его уколоть внутримышечно там два миллиграмма на килограмм или три миллиграмма на килограмм для того чтобы он расслабился но если как бы он дал поставить катетер то соответственно мы можем использовать данный препарат в меньших дозировках и достигать достаточно неплохих результатов больше двух миллиграмм на килограмм мы можем использовать если же мы его используем в монорежиме это не говорит о том то что до 2 дошли все ну как бы баста мы больше ну как бы не вводим нет мы можем вводить данный препарат в больших дозировках но для этого потребуется точнее как мы можем вводить больше дозировки но опять же чем больше мы дозу используем тем дольше такой пациент будет реабилитироваться потому что телитамина достаточно оперативно у нашего пациента будет метаболизироваться а золозепам дольше и как раз таки из-за этого кошки могут быть достаточно длительный период сонами особенно если используется доза более 5 миллиграмм на килограмм в сутки альфа-2 агонисты это тоже достаточно популярной популярная точнее группа препаратов в россии и я не буду говорить про ксилозин потому что ксилозина уже ну ксилозином мало кто пользуется и это не самая лучшая история сравнению там с тем же самым метамидином или декс метамидином которые легко на данный момент покупаются да они чуть дороже но так или иначе они более безопасны у них есть умеренный аналитический эффект то есть прооперируют только на альфа-2 агонистах но такое себе удовольствие для пациента они снижают чсс снижают сердечный выброс и могут вызывать гипотензию что говорит нам о том что пациенту у которых и так например есть брадикардия есть какие-то проблемы с сердечным выбросом и так он там например сниженная либо же есть какая-то пограничная гипотензия ну точнее знаете вот вроде как нормальное давление но понижение границы нормы либо же там есть уже гипотензия в этом случае это не самый лучший вариант это препарат для здоровых пациентов и также есть определенный минус использования альфа-2 агонистов то что они могут ухудшать гиперкалиемию почему потому что они блокируют выработку эндогенного инсулина то есть пациентам которым вы используете декс метамидин или метамидин у них если вы там измерите сахар перед применением и после то сахар повышается именно из-за того что свой инсулин он не вырабатывается у пациента ну как бы не так то что он блокируется навсегда нету просто выработка его снижается и получается то что такие пациенты могут ну как бы если особенно у нас есть гиперкалиемия у пациента и если у нас пациента еще как бы эндогенный инсулин вот это не вырабатывается в каком-то нормальном количестве то гиперкалиемия может ухудшаться и дозы будут различными в зависимости от того что мы используем метамидин или декс метамидин и в зависимости от того как мы его вводим внутримышечно или ипс можно его еще и болезноделать но если у пациента не очень хорошая гемодинамика то лучше такого не сотворять пропафол пропафол это самый на мой взгляд часто используемый самый популярный такой анестетик и мы должны понимать что у него нет аналитического эффекта никакого он не самый гемодинамически стабильный анестетик и обычно если у нас более-менее здоровый пациент то как бы мы вводим пропафол таком пациенту у нас там на одну минуту где-то давление как бы резко снижается и потом он достаточно быстро выправляется на какую-то более-менее приемлемую величину и часто мы даже не замечаем что после того как мы сделали более с пропафол мы сразу не измеряем давление как только сделали были сок мы мы не можем как бы даже об этом иногда догадываться что такое может происходить но если у нас пациент не очень стабильный то тогда а если мы ему еще вводим пропафол который как раз таки действует не очень хорошо на гемодинамику как бы он и так снижает там уже сниженное давление у пациента то естественно это может очень плохо обернуться для него и важный такой момент что если мы используем пропафол то скорее в комбинации с чем-то с тем же самым залетилом например потому что если мы его используем моно режиме то дозы будут больше и соответственно побочных эффектов может быть больше то есть более ярко выраженными они будут а он может вызывать апноэ у пациентов поэтому она вообще по хорошему каждому пациенту которому вы даете на связи ию необходимо предварительно подготавливать все для интубации и также он может рассматриваться для пациентов с в моно режиме но только в комбинации с регионарной анестезией про которую мы поговорим чуть попозже и или вместе с залетилом можно комбинировать вместе регионарной анестезией пропафол и залетил и я так достаточно часто делать дозы у нас будут маленькие в комбинации это 24 миллиграмма на килограмм и 5-10 миллиграмм на килограмм в моно режиме внутривенно болезнью можно поддерживать анестезию при помощи там введения пропафола и можно ставить его там болезнью можно вводить а можно вводить его в инфузии с постоянной скоростью 5-20 миллилитров на килограмм в час нпвс и нпвс и это такая очень скользкая дорожка для таких пациентов потому что они не рекомендованы в данной ситуации по нескольким причинам они снижают скорость клубочковой фильтрации нефротоксичны соответственно и на больше подходит там для пациентов без азотомическое озеро возможно стоит рассмотреть варианты какие-то сторонние по разрешению данной ситуации ну как бы для анальгезии там пациента не использовать нпвс и даже если без азотомическое озеро в зависимости от ситуации у пациента но мы должны помнить что так или иначе они нефротоксичны и если у нас у пациента есть азотомия уже то дополнение дополнительное какое-то введение нпвс of может только ухудшить общее состояние и также не используемые при гипотермии гипотонии дегидратированным пациентам данный препарат даже если у нас есть без азотомическое озеро но гипотермия гипотонии и дегидратация снижают и так скорость клубочковой фильтрации перфузию вот этих вот почек что в свою очередь если мы сверху еще зашлифуем все нпвс то скорее всего это приведет к большему большей вероятности повреждения почек наиболее такие как бы безопасные в кавычках нпвс которые одобрены там нефрологическим обществом это мелоксикам и робанококсид но опять же я вас не агитирую к применению нпвс of у пациентов с почечными проблемами и очень важный такой момент что азотомии быть не должно но как бы повреждение почек на данный момент не должно быть у данных пациентов еще немаловажный момент что не все об этом знают но например робанококсид или ансиор они он применяется не с едой или или после еды и потому что есть данные это выдержка которую я вам здесь привел из папича новой и получается что если мы его даем с едой то его абсорбция особенно у кошек очень значимо снижается и соответственно можно не достичь результат который мы соответственно хотим достичь у данного пациента в виде анализе имейте это ввиду и распространите это знание изофлюран мы не будем особо ну как бы его рассматривать потому что изофлюран для постановки эритерального катетера но это такая какая-то история не очень здравая на мой взгляд потому что нам нужно интубировать сто процентов этого пациента ну там на маске если мы будем его вести но так себе в том плане то что ну как бы очень большие потери этого изофлюрана не очень рационально это будет использовать для данной процедуры плюс изофлюран помним о том то что он снижает артериальное давление и может не очень хорошо повлиять на наших пациентов особенно которые гемодинамически не очень стабильны и когда мы сможем его рассмотреть использование то если мы вдруг решили то что дальше мы идем делать ретростамию данному пациенту и тогда там будет все оправдано эпидуральная анестезия эпидуральная анестезия она требует определенного опыта проведения процедуры то есть есть еще такой лайфхак как научиться это делать понятно что это можно делать на трупах на кадаверном соответственно материале и также можно использовать вместо местного анестетика как вы поймете там вы или не там правильно вместо местного анестетика использовать у этих пациентов у но соответственно у трубов у кадавров у мертвых пациентов какой-нибудь рентген контрастное вещество тема типа мне пока разведенного и затем делать рентгеновские снимки и смотреть как распространился это там не пак если он распространился в как раз таки в спинномозговом канале соответственно вы как бы делаете эпидуральную анестезию хорошо и вы именно только бы туда и водите в данном случае рентген контрастное вещество и потом можно соответственно уже непосредственно проводить эпидуральную анестезию когда у вас все хорошо получается с на трупах проводить ее на ваших пациентах с использованием местных анестетиков необходимое применение спинальных игл это важный такой момент для того чтобы мы максимально точно но проводили данную манипуляцию максимально точно вводили туда куда нужно наш местный анестетик на спинальные иглы отличаются от обычных игл они не такие острые помогают легче сориентироваться где вы там находитесь и опять же с меньшей долей вероятности они травмируют ну как бы режут окружающие оболочки эпидуральная анестезия это как и дексидомитор такая ну скажем так процедура для здоровых пациентов потому что сама по себе патуральная анестезия может вызывать гипотензию у наших пациентов и нестабильным гипотоничным пациентам мы ее использовать ну как бы можем но больше проблем лишь только мы ему добавим и мы можем ее рассмотреть при проведении уретростомии пациенту для катализации мочевого пузыря мы можем использовать лидокаин 1 2 процентный 2 миллиграмм на килограмм идеальной массы тела пациента то есть если это толстый пациент например кот который весит 6 килограмм ну а он по сути ну как бы имеет допустим выраженное ожирение то то что мы толстеем у нас не удлиняется как-то позвоночник правильно соответственно у нас есть вероятность того то что если мы на его актуальный вес все посчитаем то наверное мы сделаем высокий блок таком пациенту очень высоко как-то заблокируем его и с большей вероятностью у нас появятся новые проблемы помимо обструкции уретра и также мы можем развести натриохлорид до объема о извиняюсь развести вот этот местный анестетик натриохлоридом стерильным до объема 0 2 миллилитра на килограмм идеальной массы тела это как раз таки тот объем который позволяет нам дойти до l1 l2 то есть то он того уровня позвоночника который как раз таки будет блокировать все необходимые нам области для проведения уретростомии можно использовать бупи векаин или ропе векаин для уретростомии это больше подходящий такой вариант но нужно учесть такой момент что бупи века и на ропе века и начинают действовать только спустя там 15 20 25 минут от момента инъекции на какую-то экстренную процедуру типа типа установки уретрального катетера это не очень подходит и можно так же добавить 1-2 микрограмм на килограмм декс дометора или дометора на 1 миллилитр раствора анестетика но там получается очень какой-то маленький такой объем это может помочь пролонгировать действие блока например лидокаин среднем действует где-то 30 минут 30 30 45 где-то вот так а при добавлении вот этих вот альфа-дваогонистов в указанной дозе мы можем пролонгировать его действия до часу до полутора ну и такая же история с бупи века и нам и ропе века и нам это тоже важно знать более хороший вариант на мой взгляд это сакральная анестезия и сакральная анестезия она достаточно легко в проведении многие и как-то ну побаиваются не понимают что это такое но на самом деле сакральная анестезия она более безопасная по сравнению с педральной анестезией не вызывает обычно каких-то проблем гемодинамических и анальгезию промежности у ретро она обеспечивает то есть вот примерно вот так чтобы нам это сделать нам необходимо выявить как раз таки последний крестцовый первый хрустовой позвонок для этого мы как бы пальпируем крестец и начало хвоста соответственно приподнимаем хвост таким образом там где подвижная часть это как раз таки у нас будет хвостовые позвонки и там где она переходит в неподвижную часть соответственно это будет крестец и вводим иглу под углом 90 градусов предварительно нам необходимо это место выбрить место пункции достаточно широко и обработать спиртовым антисептиком если только важный такой момент противопоказания к проведению вот этой вот сакральной анестезии это будет наличие какой-нибудь пиодермы например в месте пункции вводим иглу шпыльца с местным анестетиком в область между с3 и каудальным соответственно первым хвостовым позвонком под углом 90 градусов и можно сначала упереться в крестец а затем почувствовать провал эпидуальное пространство есть упереться в крестец и потом как маленькими шажками как бы смещаться от крестца соответственно сторону каудального о извиняюсь в сторону хвостового первого хвостового позвонка срез иглы у нас должен быть направлен краниально и проводит аспирационный тест аспирационный тест проводить обязательно нужно потому что это тест безопасности тест который мы будем проводить для наших пациентов с целью не попадения в сосуд потому что место куда мы будем вводить наш нашу иглу мы так или иначе можем попасть в вены которые там проходит если например если вы попадете в кровоток и ведете местный анестетик туда то есть вероятность того что у нас может произойти еще дополнительная проблема у данного пациента и у него может еще дополнительно быть отравление местными анестетиками что не будет добавлять каких-то положительных эмоций не вам не вашему пациенту а если у нас аспирационный тест отрицательный то есть там нету крови при оттягивании поршни на себя то мы вводим наш местный анестетик ну и также нам важно проверять анальный рефлекс у пациента анус должен зиять и не реагировать на раздражители можно взять какую-нибудь корцанку и ну как бы естественно не очень сильно но как бы попробовать зажимать область ну как раз таки вокруг ануса анус не должен сокращаться либо же можно взять иголку на опять же не протыкаю кожи а просто на как бы определенное раздражение как бы ткани вокруг вызывая просто ну как бы точечного так вот легонечко покалывая кожу вокруг анус не должен сокращаться и часто у пациентов которых вы делаете сакральную анестезию у них еще часто на кого у котов расслабление припуция как бы но и пенис часто выходит с припуция из-за того что он очень сильно расслабляется на фоне данной анальгезии давайте посмотрим как это происходит вот у нас есть пациент который который за анестезируем естественно сакральную анестезию мы делаем только пациентам которые находятся под седацией которые находятся ногу в наркозе для того чтобы определить куда нам нужно тыкаться мы соответственно вот потом как я вам уже рассказывал берем поднимаем хвост и опускаем и находим точку как раз таки между последним крестцом и первым хвостовым и вводим иглу с местным анестетиком чаще всего используют именно инсулинку но кошкам больше и не нужно срез его направлен каудально делаем как раз таки аспирационный тест в данном варианте и вводим местный анестетик аспирационный тест у нас был отрицательный соответственно давайте еще раз рассмотрим обратите внимание то что мы как бы сделали сначала сделали сначала инъекцию как бы рядом с крестцом и дальше как будто маленькими шажками соскакиваем в как раз таки продолжение эпидурального пространства то есть как будто бы провалились мы куда-то вот потери сопротивления определенное происходит и еще иногда такой маленький щелчок можно почувствовать делаем аспирационный тест и вводим препарат еще немаловажный момент чтобы у нас не было какого-то значимого сопротивления жидкость или местный анестетик должны ходить достаточно легко по поводу объема для сакральной анестезии мы чаще всего используем одна двухпроцентный ледокаин 01 02 миллилитра на килограмм сейчас я вернусь на несколько слайдов назад почему как бы мы берем вот именно эту дозировку еще немаловажный момент что считаем на идеальную массу тела пациентов и желательно не превышать дозу есть такие данные в литературе что не стоит превышать дозу объема именно местного анестетика при сакральной анестезии больше 0 5 миллилитров на килограмм потому что сам по себе крестец не очень много раз таки пространство где распространяется у нас местный анестетик при сакральной анестезии у нас не очень как бы большая такая территория не очень большое пространство и по сути больше там 0 5 миллилитров на килограмм как правило не требуется пациенту и соответственно это достаточно легко все распределяется для блокировки перианального периуратурального вот этого пространства и уретры ну давайте подведем какие промежуточные итоги анальгезии и анестезии у наших пациентов мы помним то что мы разделяем их на стабильных тяжелых и крайне тяжелых критических пациентов стабильным пациентам мы можем использовать по сути все ну и нпвс и мы помним то что это ну как бы такой вариант только для особых групп пациентов мы не используем это рутинным для пациентов сузе важно как раз таки понять насколько как бы вот это соотношение вред польза будут наиболее оптимальными минуты чтобы польза была больше чем вред он данных групп пациентов и мы используем нпвс и только но как бы пациентам у которых нету азотомии нету острого повреждения почек если мы говорим с вами про тяжелых пациентов то здесь мы можем использовать достаточно большое количество препаратов но возможно стоит задуматься о введении альфа-2 органистов насколько они действительно нужны данным пациентам эпидуральная анестезия мы помним то что она может приводить к гипотензии поэтому стоит все таки наверное подумать насчет того чтобы если у нас не очень стабильный пациент насколько она действительно нам будет здесь полезны и необходимо и крайне тяжелые критические пациенты здесь у нас наш круг сужается еще больше тромодол нефопам залазепам стерлитамином и сакральная анестезия можно этим пациентам и достаточно неплохо у них работает она и про попал в монорежиме я бы не стал их им использовать а лишь использовал бы в составе мультимодального компонента вот это вот анальгезии анестезии потому что как мы уже с вами обговорили пропофол он снижает артериальное давление у наших пациентов на какой-то небольшой промежуток времени и пациент который уже и так декомпенсирован пропофол в больших особенно дозировках может привести к тому то что у нас пациента ну кому пациент может еще больше ухудшится по своему давлению и умереть даже поэтому пропофол используется таким пациентом в составе мультимодальной анальгезии совместно с тем же самым залазепамовым метилитамином и в небольших дозировках какой мониторинг нам нужен нашим пациентам я понимаю прекрасно то что не у всех есть там аппараты искусственной вентиляции легких не у всех там есть капнографы и так далее и какой минимум нам необходимо почему минимум это витальные как бы такие функции как бы визуально извиняюсь всякие методы мониторинга это весело там снк у наших пациентов мы можем контролировать можем контролировать пальпатор на пульс на бедре и также желательно я к минимуму отнес и кг я думаю то что у большинства там ну 99 процентов клиник есть все-таки кг монитор да он может без каких-то сопутствующих например сатурацию может не мерить да как бы поэтому я ее так под звездочкой такой поставил но именно и кг пациенту нам необходимо как бы нам необходимо снимать таким пациентам особенно если у нас обструкция произошла там спустя там 24 там без момента обструкции 24 там 48 часов прошло мы уже с вами обговорили то что это может быть при много бы может быть необходимо например при выявлении гиперкалиемии либо же мы предполагаем что пациент может быть гиперкалиемии и оптимально конечно же еще к всей вот этой вот кипи у нас добавляется еще и капнограф и сатурация и также неинвазивное артериальное давление когда мы измеряем нашему центру это оптимальный такой набор который позволит нам максимально но как бы с меньше до вероятности пропустить какие-то важные моменты наших с вами пациентов какие осложнения во время анестезии у нас наиболее ожидаемы ну наиболее ожидаемое осложнение это гипотензия и аритмия если у нас гипотензия то схема стандартная боль с кристаллоидов 10-20 миллилитров на килограмм дробно оцениваем результат не нужно сразу вводить 20 миллилитров на килограмм пациенту также мы предварительно еще ну-ка мы можем предположить но как бы насколько большой нужен более с нашему пациенту если там есть у него до гидратации или нет перед этим вы естественно смотрели его правильно при отсутствии ответа рассмотреть использование норадреналина и норадреналин более предпочтительным по сравнению с тем же самым допамином высоких дозах потому что но как бы меньше побочных эффектов будет и норадреналин почему ну как бы 2 вот это вот ступень как бы решение именно этой проблемы если не помогло например введение кристаллоидов то норадреналина рассматривается потому что часто на фоне там любых наших анестетиков может произойти вас дилетация возможно соответственно фоне этой вас дилетации как раз таки случилось гипотензия если же не как пациент не чинится на фоне применения норадреналина можно подумать о том то что у нас может быть снижение сократительной способности сердца и в этом случае можно выбрать один из трех вариантов пимбендан добутамин допамин соответственно допамин является как бы таким наименее предпочтительным потому что у него больше там будет побочных эффектов он может вызывать кардию пациентов еще дополнительно по сравнению с другими там с большей долей вероятности и так далее и также у нас могут быть аритмии но я думаю то что мы с вами уже очень много говорили про аритмии и про гиперкалиемию и не будем прям как-то значимо на этом останавливаться в том плане то что у нас есть четкий план если все-таки мы выявляем но как бы гиперкалиемию и нарушение проводимости можно использовать кальций глюканат для снижения кардиотоксичности на какой-то небольшой промежуток времени и параллельно естественно устраняем обструкцию и также добавляем наш терапию терапию инсулина что же потом когда мы все-таки справились со всеми осложнениями с мы там проанестезировали этого пациента и так далее нам необходимо пациента анализировать можно его анализируем тромодолом нефопалом можно конечно использовать и бралгин такому пациенту бралгин это не истинный нпвс какой-то да как бы он не повредит нашему пациенту можно также подумать насчет того то что опять же выраженность болевого синдрома еще дополнение а как бы добавить ипс лидокаина вместе с альфа-2 агонистами если у нас есть нету каких-то противопоказаний к этому можно также но как бы рассмотреть естественно там применение габбензина таким пациентом и часто им это используется но это все-таки как мелочи а также мы помним что у пациента которому мы разрешили обструкции если например мы оставили уритральный катетер и сняли его сразу то мы должны минимизировать манипуляции с мочевым катетером должна быть закрытая система для сбора мочи и помним о том то что если например вы открываете закрываете мочевой катетер пациенту например не используете там по каким-то причинам системы для сбора мочи мочеприемники мочесборники то в первые сутки ну первые несколько суток пожалуйста делайте это почаще потому что мы помним что у нас компенсатор на будет будет полиурия развиваться у пациента и это нормально соответственно чтобы у вас ну как бы тоже не перерастягивался мочевой пузырь желательно это делать почаще как бы сливать эту мочу инфузионная терапия по показаниям лечение диагностика основного заболевания в зависимости от того там идиопатический там сетит кошек там какие-то антидепрессанты добавляете так далее но это больше такая терапевтическая история там терзодоны и так далее терзозин тоже как бы ну тут опциональное такое добавление и соответственно ну как бы дальше там диеты при определенных тип камней и так далее и лечение сопутствующих осложнений либо патологии если они есть соответственно мы как бы тоже параллельно это все лечь по поводу инфузии отдельно хотелось бы сказать то что ну как бы мы помним о том что пациенты у которых разрешается обструкция у них может быть полиурия у них может быть сопутствующая какая-то дегидратация да как бы и нам таких пациентов важно как раз таки скорректировать по их водно-электролитному вот этому балансу и инфузия у нас будет состоять из нескольких компонентов дефицит в лиме или цк но чаще всего наш пациент не приходят с этим но как бы пациенты именно которые там с взаимом бывают конечно такие пациенты с дефицитом в лиме или вот как-то они там выкровили например свой мочевой или что-то в этом роде или там долго как-то выкравливали туда но это такая как из-за разряд казуистики история есть дефицитный объем дополнительные потери и поддерживающий объем это более вероятно то что мы будем с вами использовать и график то как мы с какой скоростью инфузии это все будем делать и сколько по времени это будем происходить но у нас представлено здесь на картинке то есть такому дефицитный объем мы куда большую часть вводим за небольшой промежуток времени там течение 4 8 часов далее у нас скорость инфузии снижается и потом если например дефицитного объема уже нет ну как бы мы устранили эту дегибротацию пациента то на вторые сутки дефицитного объема мы не вводим нашим центу там его основное лечение заключается в дополнительных как бы ну именно инфузионное лечение дополнительные потери и поддерживающий объем давайте более подробно это все рассмотрим если мы говорим с вами про дефицитный объем или до то дефицитный объем выстраиваются из проходя из процента до гидротации вы здесь можете внимательно изучить если вдруг этого не знаете при каких процентах потери жидкости но какие будут видны видимые такие изменения у пациента но чаще всего у нас пациенты ну по крайней мере мне почему такое сугубо моё личное мнение это то что у нас от пяти до десяти процентов как пациента с музеемом приходит ну то есть не обязательно то что у нас вообще в принципе будет дать дефицитный объем и дегидратацию у данного пациента но из тех пациентов которым требуется данная инфузия то ну как бы они приходят именно с процентов потери жидкости там от пяти до десяти процентов дефицитный объем в миллилитрах у нас будет исчисляться там процент для гидротации мы умножаем на вес и умножаем на 8 на такой коэффициент и тот объем который у нас получился мы 50 процентов этого объема то есть делим пополам 50 процентов расчетного объема первые 48 часов будем вводить зависимостью от выраженности этой дегидратации то как будет пациент у нас переносить например введение инфузии и остальные 50 процентов мы в течение там оставшихся суток если там в течение первых четырех часов мы били то в течение 50 процентов этого объема то остальные 50 процентов мы скорость как бы исчисляем исходя из 20 оставшихся часов для данной инфузии если соответственно у нас восемь часов за восемь часов 50 процентов там прокапалась то за оставшиеся 16 часов остальные половину половину этого объема остальную мы будем вводить дополнительные потери дополнительные потери как бы мы знаем с вами то что есть вот такая табличка которая я думаю то что вам всем известно то что повышение температуры тохипноя там параз кишечника метр диарея рвота если есть пациент сколько нам нужно добавить миллилитров на килограмм в сутки суммарно как бы к нашей основной инфузии но самая ожидаемая потеря у пациента но как бы дополнительная вот эта вот потеря после разрешения заем это полиурии и у таких пациентов может быть полиурия там например там 45 миллилитров на килограмм в час и важно считать этот диурез сколько миллилитров на килограмм в час но как у пациента у нас теряет и добавлять вот этот вот объем к вашей основной вот этой вот инфузии и важный такой момент что если например вы думаете что это полиурия например связано с объемной какой-то инфузией которую выводите пациенту можно провести такой эксперимент можно снизить например эту инфузию там вдвое и посмотреть значимо как-то снизится 1 или нет если он никак не снизится там в течение нескольких часов то маловероятно что это связано именно но как бы с каким-то нагрузом вот этой вот инфузии которую выводите скорее всего это но как бы его почки пока так вот работают достаточно активно выводят вот ну как бы жидкость из организма и получается что если у нас ну как бы мы замечаем не замечаем какой-то явной тенденции после снижения уровня после снижения скорости инфузии снижения вот диуреза темпа диуреза то тогда маловероятно то что это связано именно с этим и наверное таком пациенту стоит продолжить проводить эту самую инфузионную терапию в том объеме которую вы до этого посчитали ну и поддерживающий объем мы как бы можем использовать ну понятно то что коты с озм это обычного пациента менее 20 килограмм соответственно можем использовать такую стандартную схему типа 30 умножить на вес и он плюс 70 это получится поддерживающий объем на сутки нашему пациенту который нам необходим если же у нас вдруг как бы ну там захотите вы рассчитать не знаю там собаки крупные или что не нужно что-нибудь еще как вы или тигр какой-нибудь будет у вас с озм или же там с другой какой-то проблемой то тогда для поддерживающего объема можно использовать формула 70 умножить на вес который находится в 0 75 степени как посчитать на стандартном калькуляторе этот вес нужно умножить нажать два раза равно и квадратный корень два раза два раза нужно будет нажать и как раз таки это будет вес вот в этой вот той самой 0 75 степени и еще мне бы хотелось одну ну скажем так вещь обсудить которая достаточно такая спорная может быть для многих врачей этот декомпрессионный цистосинтез декомпрессионный цистосинтез это когда мы не можем например поставить уротеральный катетер пациенту а ну как бы и не сможем его там соперировать прямо здесь и сейчас мы понимаем то что нам нужно как-то убрать эту мочу да как бы чтобы у нас не накапливалось там калий еще больше у пациента и так далее не ухудшалось его общее состояние и также это может быть например для каких-то очень критических каких-то пациентов которых мы не можем там здесь сейчас но как бы там дать ему анестезию но иногда бывает таки да как бы пациент потому что большей вероятностью они помрут и в этом случае да как бы можем рассмотреть декомпрессионный цистосинтез пациенту и важный такой момент что как бы процент осложнений не такой уж большой то есть разрыва мочевого пузыря там потом какие-то травмы его и так далее они как бы настолько но мало когда встречаются особенно если вы 70 процентов этой жидкости как бы из мочевого пузыря как бы вы сможете изъять то соответственно декомпрессионный цистосинтез это не является какой-то супер страшной процедурой до его не нужно делать там каждому второму пациенту но когда опять же вот риск пользы у нас как бы они уравновешены то есть ну как бы польза будет больше нежели это возможного вреда от то же самый ну как бы того же самого декомпрессионного цистосинтеза то что вероятность разрыва мочевого пузыря она как бы есть и соответственно такое может произойти да как бы но так или иначе этого обычно не происходит и опять же если вы ну как бы делать один всего лишь прокол тоненькой какой-то иголкой типа 23g это синяя обычная но как бы иголка наша используете удлинитель для внутривенной инфузии там трехходовой кран и шприц и достаточно оперативно эту мочу всю и замените хотя бы 70 процентов этого объема то как правило каких-то осложнений у нас не наблюдается я сейчас не вспомню по поводу прям статистики такое то что сказать то что каждая там десятая кошка у нее случается там разрыв мочевого пузыря при проведении декомпрессионного цистосинтеза но процент реально очень очень невелик и ну по крайней мере вот у меня в практике не было такого то что прям каждый второй пациент ну как бы чтобы у него были какие-то вот проблемы связаны именно с ним и я вот на самом деле не могу вспомнить такого пациента у которого разорвался мочевой пузырь при проведении декомпрессионного цистосинтеза делали мы его немало и желательно но не обязательно проводить это под контролем узи но сейчас всегда когда мы можем дополнительные какие-то методы визуализации используют соответственно это будет даже лучше более безопасно что принципе у меня все если вдруг у вас появятся какие-то вопросы на которые я сейчас не смогу там ответить либо же появится чуть попозже тогда вы можете всегда мне либо какие-то связанные там вопрос анестезий сторонние они связаны с подобными пациентами можете мне написать на почту и я постараюсь как можно скорее вам ответить также по вот этому qr-коду который вы видите на экране вы можете перейти на ссылку на наш сайт и duvet с курсом который будет относительно так скоро в июне 1 июня он начинается это анестезия для врачей общей практики смежных специальностей где мы вместе с двумя другими преподавателями инал тамары и вероникой заволжинской мы рассказываем про все основные такие фишки в анестезии которые нужны для врачей которые не являются скажем так узкопрофильными специалистами в анестезии на основные манипуляции которые у вас могут быть ежедневно и соответственно там у нас много такого материала как готовится там как готовить пациента какие там какая разница есть в тех или иных препаратах для анестезии схемах анестезии да как бы и как тех или иных ситуациях себя стоит вести и как решать или иные осложнения если все-таки они возникли ну и плюс кроме вот этих вот онлайн лекции у нас будет также два семинара по три часа каждый где мы будем решать клинические задачи наших пациентов поэтому приходите будет классно и соответственно мы всегда будем рады вас всему обучить всем спасибо и если есть вопросы то задавайте до сих пор Продолжение следует...